Как вы знаете, мир недавно увидел новый документальный фильм «Принца и пресса», который, как многие уже поняли, станет новым камнем преткновения для Гарри и Уильяма. Это кино-журналистское расследование Амола Раджана, который является ярым республиканцем и неоднократно заявлял о том, что само понятие монархии уже давным-давно отжило свое. Прошелся журналист и по СМИ, который назвал средством пропаганды, ведь они публикуют только то, что выгодно королеве. Работу над своей лентой журналист начал еще в 2018 году. За это время он пообщался с несколькими десятками работников СМИ, задавая им одни и те же вопросы. Стали ли они близки с королевской семьей, как относятся к членам монархии, кто им больше нравится из Виндзоров и публикуют ли они неприятные истории о членах БКС. Делалось все это для того, чтобы понять, как королева и ее родственники влияют на СМИ, и можно ли писать что-то плохое о монархии без страха лишиться работы и получить гору проблем. Первый фильм рассказал нам истории о том, как взламывали телефоны экс-подружек принца Гарри, как братья выстраивали общение со СМИ после гибели матери, как ни крути. Но они являются детьми будущего короля, поэтому запереться от прессы у них не получилось бы, а также показали отношения журналистов к Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Ну и куда ж без этого. Показали отношения между братьями на данный момент. При этом Раджан описал их следующим образом. Один принц выбирает игру, а другой пытается изменить ее правила. Угадайте, кто есть кто. Журналист уделил внимание и продажности БКС. По его мнению, якобы существует некая сделка между СМИ и дворцом, согласно правилам которой каждый получает то, что ему нужно. БКС сливает прессе якобы инсайдерскую информацию, а журналисты создают позитивный образ монархии, забывая писать о скандалах и прочей ерунде, которая иногда случается с королевскими отпрысками. Правда это или нет неизвестно. Доказать существование подобного договора не удалось. Впрочем, как и опровергнуть. Вишенка на торте противостояния братьев. Вы сейчас плакать будете. В общем, Уильям конкретный продолжатель королевской диктатуры. Он также общается со СМИ и сливает им информацию. А еще у него есть свои журналисты в разных изданиях, которые периодически публикуют вбросы. Это помогает будущему монарху иногда поливать грязью своего брата, тем самым возвышаясь на его фоне. Гарри же это бедная овечка, которую все шпыняют. Сначала коварные представители прессы взламывали телефон и его подружек, чтобы получить какую-либо информацию. Потом он понял, что от брата поддержки он не дождется, и вообще закрылся в себе, ведь Уильям будущий король, и на проблемы подрастающего поколения ему, как говорится, с большой колокольни. А Меган Маркл помогла ему решить все его проблемы с семьей, поэтому сейчас он так рьяно защищает супругу от СМИ. Лично я жду вторую часть этой эпопеи. Интересно, чем нас Рождан удивит в этот раз. Наверное, весь цивилизованный мир ждал, когда королева Елизавета решит, хватит позорить, с меня довольна. Я, кстати, тоже. Бывало читаешь новости про королевскую семью, и диву даешься, как Гарри Айти и Меган, то и дело публично жалуются. Да ладно, жалуются они порочат честь и достоинство самой королевы. То семья их бросила на произвол судьбы, то лишила финансовой помощи, то терроризировала их с расизмом, цветом кожи малыша. А тут еще где-то прочитала, что БКС заставили пару отказаться от рождения третьего ребенка. Те, сасакские, долго сопротивлялись, но в итоге согласились. Урегулировать вопрос удалось с помощью большой суммы денег. Якобы Гарри получил откупные. И это ради того, чтобы у него и актрисы детей больше не было. Насчет этого сказать что-то сложно. Но что точно очевидно, так это то, что в самом деле, а сколько можно было бездоказательно обвинять и обвинять королевскую семью. И при этом почему-то находиться в полной уверенности, что тебе не ответят. Как говорится, ну раз, два. Сошло с рук. Но предел то какой-то быть должен. Знал ли вообще принц про табу и неписанные правила семьи Елизаветы? Нельзя распространяться по поводу частной жизни монархов и тем более давать объяснение, оправдываться. Елизавета II дала указ своим юристам изучить все по вопросу Гарри и Меган и составить тело судебного иска против пары, и вот когда резерв терпения исчерпан, наступила точка невозврата после полутора лет разного рода выпадов в ее адрес, так и ее родных, Елизавета пошла в атаку. Юристы составили иск против ее же любимого внука, так королева когда-то называла Гарри. Что же королевские юристы по требованию королевы хотят выдвинуть против Гарри и его А это, как оказались, не просто угрозы, а очень серьезное обвинение. В готовящемся иске, по предварительным данным, адвокаты предъявят такие три претензионных пункта. О клевете, о защите чести и о нарушении права на частную жизнь, отдельный иск против издательского дома Penguin Random OS, готовящего мемуары Гарри к публикации, второй пункт, своего рода ирония судьбы. Ведь кто, как не Гарри и Меган, угрожают королеве всеми судами? Они же уверены, были нарушены их права на частную жизнь. Что грозит Гарри и Меган, в Великобритании клевета расценивается как преступление против общественного порядка. В стране существует четыре вида клеветы – богохульство, деформационный пасквиль, клеветническая статья в СМИ, непристойный пасквиль и пасквиль, распространяемый в мятежных целях. В качестве наказания предусмотрено административное взыскание либо лишение свободы. Предлагаю вспомнить, на что же жалуются Гарри и Меган, и в чем обвиняют королеву и членов БКС в расизме якобы кто-то из членов семьи выражал беспокойство, что их неродившийся сын будет слишком темнокожим. Конкретный виновник так и не был указан. В итоге пара фактически обвинила всех. И это не все. Принц приравнял жизнь в стенах дворца к животному существованию в клетках. Приправил все так. Из-за жестокости и равнодушия королевского семейства Меган чуть не погибла. Он сказал, герцогиня жилось в королевской семье так ужасно, как нигде раньше. Добавил, что она чуть не погибла, ведь чуть-чуть не была доведена до самоубийства. И что самое страшное, когда Меган обратилась за помощью, в королевской семье ей якобы отказали. Гарри перебрал всех. Брата, отца. Он был ужасным отцом, дошел и до покойного супруга королевы принца Филиппа. Досталась и Кейт Мидлтон. Маркла сказала, якобы та изводила ее, а в канун свадьбы вообще довела до истерики и горьких слез. Вишенкой на пирог стало заявление. Отец был со мной очень жесток, дедушка, то есть супруг королевы принц Филипп, плохо обращался со мной в детстве. В случае чего Елизавета II распорядится судебным иском по назначению, если пара продолжит в том же духе. И тем более, если в своих мемуарах в следующем году дискредитирует членов семьи монархини. Елизавета, вопреки всему, отступила от заведенного ей же правила не трогать никогда из членов семьи. Это значит, как только на полках книжных магазинов окажутся мемуары с уже анонсированными Гарри гадостями или тем паче, королевский иск направится по месту назначения. Что думаете, дойдет до суда или это рычаг воздействия со стороны королевы? Последняя попытка привести внучка в чувство. Будет очень интересно узнать ваше мнение в комментариях. Поставьте палец вверх и поддержите видео лайком. Мужчина называет себя прямым потомком Виндзоров и наследником престола у принца Чарльза и Камилы Паркер Боулс, есть тайный сын. 53-летний житель Австралии британского происхождения Саймон Доранти Дэй собирается в суде доказать свою кровную связь с королевской семьей. Инженер по электронике и телекоммуникациям поселился в Австралии после усыновления. Он уверен, что является детем любви принца Чарльза и Камилы и отправился в Верховный суд, чтобы заставить наследника престола и его жену пройти тест ДНК. Саймон признался, что судебные клерки высмеяли его, когда он первый раз подал документы. Его заявление уже трижды отклонялось, однако мужчина не собирается отказываться от поиска правды. На своей веб-странице Доранти проводит собственное расследование. Мистер Доранти родился в Гаспорте в апреле 1966 года, в 18 месяцев он был усыновлен. И если верить словам Саймона, он был зачат в 1965 году, когда Чарльзу было 17 лет, а Камиле 18. Мужчина утверждает, что его виндзорские скулы и челюсть, а также волосы, как у Камилы, являются убедительным доказательством того, что его теория верна. Австралиец говорит, что его приемные бабушка и дедушка работали на королеву и принца Филиппа поваром и садовником соответственно, и постоянно твердили ему, что он ребенок Чарльза и Камилы. «Я знаю, это звучит невероятно, но все, что я говорю, можно проверить. Я просто человек, который ищет своих биологических родителей, и все дорожки привели меня к Камиле и Чарльзу», утверждает Саймон Доранте Дэй. Он даже называет себя принц Саймон и увлекается тем, что создает фотоколлажи, сравнивая себя с членами королевской семьи и находя сходство Чарльзом, Камилой и их детьми, принцем Уильямом и Томом Паркером Боулзом. Внебрачный сын принца Чарльза и герцогини Корнаульской так уверен в своей правоте, что его не смущает то, что у его родителей глаза голубого цвета, а у него карие. У двух людей с голубыми глазами не может родиться человек с карими глазами. Как это объясняется в твоем случае, Саймон? Спросил один из экспертов у господина Доранте. Это было продумано заранее, поэтому они изменили цвет моих глаз, без тени сомнения, ответил мужчина. Похоже, история с внебрачным сыном будущего короля набирает обороты. Остается ждать, как прокомментируют это принц Чарльз и его супруга Камила.